Кстати, ребята, давайте под этим роликом наберём 1500 лайков и прям очень-очень скоро, буквально завтра, я выпущу ролик с овердрайвом Ареста, с какими-то доработками по новому корпусу Арест. Поэтому, ребята, жду от вас Лукасов. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем видео по танчикам, и он будет подсвечён именно новому клиенту, который уже не новый. Короче, ребята, это клиент HTML, многие опять же задавали вопросы, мы спрашивали, где его вообще скачать, и сегодня, ребята, у меня для вас есть пару удобных фишек. Ну, во-первых, ребята, как бы давайте в этом видеоролике устроим конкурс на 10 контейнеров. Для участия нужно будет просто поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и в комментариях написать свой игровой никнейм. Ну, ребята, ещё что я хочу сказать. Короче, у меня есть такая фишка, как вы, наверное, знаете, сейчас у нас танчик есть такое количество, типа, ограничений FPS, и если ты заходишь, как бы, в HTML-версию, то там у тебя FPS будет равен тому, сколько у тебя герцовка монитора. У меня, соответственно, герцовка монитора 74 или 75, вроде бы, давайте сейчас, соответственно, зайдём и проверим, сколько у меня будет вообще FPS в любой битве, и потом я, ребята, вам расскажу такую фишку, которая позволит вам сделать FPS больше. Вот у меня, допустим, когда я устанавливал и прописывал эту фигню, FPS становился 300 с чем-то, 200 с чем-то. Короче, если вы сейчас посмотрите в пара верхний угол, у меня FPS такой плавуч, 73-74, ну, как говорится, герцовка моего монитора. В общем-то, всё у нас тоже плавненько, всё чётенько, и давайте, ребята, теперь, соответственно, я вам покажу такую фичу, как и что нужно сделать, чтобы, соответственно, у вас этот FPS увеличился не в 2, не в 3, не в 4 раза даже. Ну, короче, ребята, давайте погнали. Ну, во-первых, что нам нужно сделать? Это сперва просто-напросто вычистанчиков онлайн, потому что они нам пока не нужны. Да, ребята, кстати, скоро вот здесь вот эту кнопочку скачать, на главной стороне Станкс Онлайн тоже будет добавлен этот новый клиент. Пока, ребят, здесь скачивается флешара, но, соответственно, сегодня или завтра уже добавят и будет скачиваться именно HTML. Поэтому вот такие вот дела, вот такие пироги. Короче, после того, как вы, ребята, скачаете себе HTML-версию клиента, ссылочку, ребят, на неё я оставлю в описании и в комментариях к данному видеоролику, ребят. Поэтому где можно скачать, в описании у меня, либо в комментариях, в закреплённом комментике. Вот, скачали, установили, появляется у вас вот такая вот иконочка на рабочем столе. После чего, ребята, что нужно сделать, чтобы у вас был максимально большой FPS? Это, опять же, ребят, повторюсь, будет зависеть лично для каждого от возможности вашего компьютера. Соответственно, у меня видеокарта 1660 GTX на 6 гигабайт, то у меня там будет FPS 230 примерно. Если у вас помощнее, то у вас, соответственно, больше будет, если послабее, то, соответственно, FPS будет поменьше. Но, по идее, как бы прирост должен быть просто колоссальный. Короче, ребят, видим эту иконочку, нажимаем правой кнопкой мыши и переходим в свойства. И вот в этом, ребята, окне, где у нас написано объект, указан путь, там и т.д. и т.п. Переходим в конец, нажимаем один раз пробел и вставляем, ребята, вот эту команду. Соответственно, нажимаем тоже правой кнопкой мыши, вставить. И вот такая вот штучка, ребята, у вас появляется. Ее как раз-таки и нужно будет сюда вписать. Эту всю, ребят, тему я также оставлю в описании к данному ролику и в закрепленном комментарии. Поэтому можете копировать, делать, как я. Вот, после чего вы это сделали, нажимаем кнопочку ОК. Опять же, ребят, заходим в клиент и все, больше, соответственно, ничего делать не нужно. Вы один раз это написали, нажали ОК, она, ребята, у вас будет, тема эта, сохранена. И, соответственно, FPS будет всегда у вас гигантский. Ну, опять же, на наглядном примере, давайте я, ребята, вам это все дело продемонстрирую, насколько у меня возрастет мой FPS в игре. Также, соответственно, клацаем просто по кнопочке быстрый бой. И мне даже, соответственно, саму интересно посмотреть, что вообще будет. Потому что пару дней назад я тестировал, у меня было где-то 200-300 FPS, а это, ребята, в разы больше. То есть, такого FPS не было в танках вообще никогда. И, на самом деле, для чего это нужно? Во-первых, как бы более-менее плавная будет картинка. И самая фишка заключается в том, что можно будет делать интересные монтажки. Все, ребята, смотрите. FPS 200, 180, 214, 200. Вы просто понимаете, да? Это в любом случае больше, чем 60 FPS. И у вас всегда просто будет офигительно плавненькая картинка. А какие монтажики можно будет делать? Вы просто представляете? Допустим, чем мне не нравился именно флеш-клиент, а приходилось некоторые плагины именно применять. Это я говорю чисто, ребята, для ютуберов такую тему. Что там как раз-таки нужно было, ну, попотеть, чтобы сделать как раз-таки это самое плавное замедление. А здесь, соответственно, ты просто записываешь, замедляешь видео одной кнопкой мыши, и все, у тебя все идеальненько. Блин, ну я не знаю, как, опять же, для вас, ребята, это скажется, но, как по мне, фишка очень интересная. Вот сейчас, допустим, 320 FPS был, 230, 190. Ну, короче, в любом случае, это больше, чем 60, и вот таких всяких разных подергиваний, закусов у вас все равно не будет. Если вы хотите максимально прям идеальную картиночку, она, соответственно, у вас, ребята, появится. Я сейчас, опять же, попытаюсь сделать такое замедление, которое у меня не получалось до этого, и оно будет просто идеальное, я так думаю. Но, опять же, если я, ребята, это не забуду делать, потому что, ну, я просто такой человек, который может, соответственно, записать какой-то ролик, пообещать что-то сделать, ему навставить, что нужно будет вставить после ролика, а потом благополучно про это забыть. Да, ребята, это вайдер, это я так умею, это я так могу. Так, давайте, чуваки, отправляйтесь на республию, и давайте сейчас, ребята, опять же, эту карточку немножко с вами доиграем, протестируем вообще как, вообще по лагам, как, почему. Но, по-моему, крутая тема, опять же. Плюс ко всему нам рассказали, что будут всякие такие фишки интересные в этом клиенте добавляться. Это, как минимум, исправлена уже камера. Это я, ребята, уже говорил не раз. То есть камера абсолютно такая же, как во флэше я стала. Это меня очень сильно порадовало, потому что я уже говорил, когда у нас только выходил этот клиент, что камера на HTML болевать неополнейшая. Камеру исправили, окей. Также у нас добавили всякие здесь фишечки, помимо того, что камеру изменили. Вы теперь можете нажать на Tab, допустим, нажать на код чувака, скопировать, добавить, посмотреть профиль. Единственное, что у нас пока не добавили, это кнопочку «Пожаловаться». Это, на самом деле, тоже такая трагичная тема. Но, допустим, для меня это не очень трагично, потому что я закрытый практически не играю. В матчмейкинг у нас модераторы... Ну, вы, ребята, наверное, сами понимаете, да? Что в матчмейкинг, чтобы пришли модераторы, да никогда в жизнь такого не будет. Так, молодые люди. Упру, вы, тики, а что это вы тут делаете? Сидите, как говорится, точку мою захватываете? Нет, давайте отправлюсь на респулю, а точку, а я себе благополучно заберу. Вот, ещё, конечно, некоторые фишки я здесь не знаю, поменяли, что вот именно. Но, как по мне, графони, 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 пока, по крайней мере, не дотягивает до флэша, потому что здесь у нас, ребята, не добавлен до сих пор туман, хотя туман мне очень сильно нравится. И, хоть я понимаю, что многие в танчиках онлайн у нас играет на лоу настройках, но, типа, для меня, как для игрока, который снимает именно эту игру, фул настройки, фул графа, это очень важная тема. И вот эти все туманчики, вся вот эта штука, прорисованные текстуры, цветокор, наконец-таки, здесь нормальный, более-менее сделали. Соответственно, осталось здесь буквально чуть-чуть доработать с кустиками небольшие, да, вот эти траблы провести, потому что они до сих пор у нас, как-то, ребят, непонятно, до сих пор вот эти вот выделения на кустиках, но, ну, сами, да, понимаете. Смотрите, я смотрю на елочку, и вот эта окантовка, она прям, ну, вот очень брусается, глаза прям раздражает, прям бесит. Поэтому, надеюсь, разработчик увидит этот ролик, надеюсь, опять же, прислушивается к этому. Давай, здесь туманчик исправит вот эти кустики по домам, то есть, вообще, претензий уже нету. Все смотрится четенько, плавненько, сглаживание, я так чувствую, имеется. Хотя, пунктик сглаживания здесь у нас в настройке добавили, но вот именно на кусты он не работает так, как это работает во флешей. Не знаю, почему, но, по крайней мере, мне кажется, что это пока такое себе. И плюсом, ко всему, как раз-таки, здесь у нас же добавили, типа, типа, вот это 16 тикс, чего-то там. Я, если честно, забыл, как это в настройке называется. Но, типа, фишка заключается в том, что ты, типа, эту штучку вставишь, и у тебя становится все-все-все-ненько. Не, не, братан, я, конечно, не пострекатель, но, как бы, приходить на точку А со своим куполом, да ты серьезно? Блин, 300, ребят, 60 фпс, 350 фпс, уууу, просто, просто very, very nice. Блин, фпс 300. Мне кажется, или это прям фразочка должна войти в историю, и если я буду играть, как раз-таки, через HTML в эту тему, будет, будет пока, да, такое себе. Но опять, смотрите, то, о чем я говорил. Пока, пока. Более приятная графа, лично для меня, остается во флэше. Опять же, надеюсь, что после данного видеоролика разработчики все дальше и дальше начнут заниматься вот именно этим клиентом. Я уже тоже не раз говорил, что мне, в принципе, клиента HTML нравится. Именно вот менюшка, офигенная, красивая, ничего против ее не имею. Старая менюха, если честно, меня, ребята, уже заколупала. Гараж плюс ко всему мне тоже почти мальки нравится. Но вот именно сама графа в битве, ну, до флэша осталось уже недолго. Вот, серьезно. Камеру исправили, спасибо вам большое. Вот осталось теперь туманчик добавить, все более-менее, чтобы было четенько, плавненько, гладненько. Именно вот в плане сглаживания вот этих сраных кустов, потому что они серьезно меняют, Они меня раздражают, опять же. Хотя, мне многие говорили, что типа, да, мне вообще фиолетово на кусты, фиолетово на туманы, я его всегда выключаю, он меня типа раздражает. Ну, фиг, опять же, ребята, его знает меня, кто он не очень сильно радует. И плюсом ко всему, по-моему, вот по-моему, если мне, ребята, не изменяет память, что глубокие тени есть такой пунктик во флэшовском клиенте и вообще во флэше, то в HTML он пока не работает. Опять же, ребята, если я что-то не так понимаю, но по-моему, вот именно глубокие тени здесь у нас пока не проработано, они пока не работают. Могу, если честно, оживаться, потому что я более-менее привык у нас к летним картам, а сейчас меня закинул на первую, соответственно, карту, это на зимнюю, ну а вырезать, соответственно, будет вообще не каменьфов, потому что, типа, начались бы стараться в комментариях, а вот ты вырезал одну картку, соответственно, не получится, да? Ну, здесь, соответственно, ребята, на ку и закинул, на такую и закинул. Поэтому, битва у нас заканчивается, ребята, и кому понравился данный видеоролик, и он был вам полезен, обязательно ставьте ему лайк, также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. Ну, а с вами был Вайдер, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok